Всем привет! Добро пожаловать на мой канал снова! Сегодня мы будем с вами тестировать новую коллекцию от Fenty Beauty, которая включила в себя две новых палетки, такие маленькие палетки, не больше моей ладони. Так вот, эти палетки вышли с двумя разными цветовыми гаммами. Первая в зеленых золотистых оттенках называется она деньги, денежная палетка, и другая цветовая гамма более винная, так она называется, кстати говоря, wine, винная палетка. Сегодня мы и займемся тестированием этой винной палетки. Также Fenty Beauty пополнилась тремя новыми оттенками бальзамов. Чем они так интересны? Тем, что они чувствуются как губная помада, но это бальзам. Бальзамы хороши тем, что они увлажняют губы. И последнее, мы протестируем сегодня восковой карандаш, который способен сделать ваши брови поднятыми, более пушистыми, и это как раз-таки тот тренд, который сейчас так популярен. И первое, с чего мы начнем, мы нанесем карандаш восковой Fenty Beauty, называется он Bro MVP, и это реальный воск. Стоит такой карандаш 20 долларов, что в принципе достаточно нормальная цена для Fenty, если быть честным. Что обещает нам этот восковой карандаш? Он обещает нам долгоиграющий эффект, брови будут зафиксированы и подняты на очень долгое время. Самое интересное, что здесь есть очень классная восковая кисточка, которая даст вам этот эффект, таких, знаете, натуральных приподнятых бровей. Очень классно, не терпится уже его попробовать. У меня, кстати говоря, уже есть карандаш для бровей от Colourpop. Топ, в оттенке Топ. О, вау. Прям сразу мгновенный эффект таких, знаете, как бы сказать, натурально выглядящих бровей, которые при этом стремятся наверх. Прикольно. Если честно, я не большой фанат таких вот приглаженных, зафиксированных бровей, но это мне нравится, как выглядит, то есть это выглядит, это красиво. И мне кажется, это меняет ваш взгляд, что ли, структуру лица даже, возможно. Я чувствую никакой липкости на бровях, что невероятно классно. И, знаете, чувствуется, что брови прям зафиксированы конкретно, то есть на весь день, может быть, даже на пару дней они будут зафиксированы, пока я все это не смою. Мне понравилось. И сейчас мы будем пробовать нашу палетку от Fenty Beauty в оттенке Wine. Здесь имеется 6 оттенков, от самого светлого до самого темного, для того, чтобы сделать такой более вечерний, дерзкий макияж. Давайте уже ее потестим. Я хочу начать с самого темного из всей палетки матового оттенка, который называется Sherry Fairy. На моих веках уже есть праймер. Я использовала праймер от Nuxe Proof It. Если вам интересно, я использую кисточку от Morphe M251. В принципе, мне нравится, как ведет себя этот оттенок. Он немножко залипает, но мне кажется, это дело в кисточке, потому что она слишком плоская. Я хочу взять более такую объемную кисточку Morphe 441. Смотрится очень красиво, и в нем есть достаточное количество пигмента, то есть не слишком он пигментированный, прям очень сильно так же, как и он не очень прозрачный, что не может не радовать. Дальше я хочу нанести вот этот вот красивый металлик, металлик коричневого цвета. О, супер пигментированный. И нанесем прямо его вот на эту часть. Я хочу взять красивый винный, красно-винный оттенок, вот этот вот, который называется Peanut Please. Нанесем его, немножко затемнив эту часть глаза, потому что как можно не пробовать такой красивый оттенок сегодня, правильно? Не могу сказать, что он залипает. Это немножко совсем может быть, но это не критично. И вот этот красивый спаркл шампанского цвета мы нанесем прямо в наши уголки глаз, чтобы глаза еще больше выделялись. Но он невероятно красиво смотрится и комбинирует с другими оттенками из этой палетки. Я хочу взять, конечно же, этот красивый, также красный оттенок под названием Bottle Service. Это очень шелковистые оттенки, и они очень классно сочатся и очень классно чувствуются, когда вы трагиваетесь на них или суетесь палец в сам цвет. Очень красиво. Мне кажется, если нанести этот оттенок влажной кисточкой, конечно же, у вас гораздо-гораздо будет больше пигмента, но в принципе нам достаточно пигмента этого в данный момент. И я возьму кисточку побольше, чтобы растушевать. И последний шаг — это нанесение этого же оттенка вниз под глаза. Последний шаг — это использование карандаша от Nuxe в таком же темном фиолетовом винном оттенке, нанесем его прямо на нашу водную линию. И наш левый глаз. И вот так выглядит макияж моего второго глаза с использованием палетки Fenty Beauty номер 9. Вы знаете, мне кажется, это выглядит очень красиво, очень секси. И сегодня я решила не клеить никакие реснички. Я использовала новую тушь от Urban Decay Lash Freak. И вы знаете, мне она понравилась. Она разделяет реснички хорошо. Однако, если вы будете наносить ее слишком такими хаотичными движениями, или наоборот же стараться взять сразу несколько ресничек за один раз, ваши реснички будут выглядеть как паучьи лапки. И мое мнение насчет палетки Fenty Beauty в оттенке Wine. Вы знаете, мне она понравилась. Хоть здесь не самые яркие перламутровые спарклы, металлики, они, тем не менее, дают вам хороший эффект, хороший блеск. Это может быть как идеальной дневной палеткой на дневное время суток, так и если постараться сделать, можно ее в такой хороший, затемненный смокий айс. Это все зависит от вашего воображения. Отличная передача цвета, отлично растушевывается. Я не увидела никаких плохих аспектов, связанных с этой палеткой. Маленькая, компактная, с очень хорошей отдачей цвета, поэтому очень советую попробовать ее. Она вам понравится, 100%. Пришло время попробовать наши бальзамы для губ от Fenty Beauty в трех новых оттенках. Напомню, до этого в коллекции Fenty Beauty был только один бальзам, и он был прозрачный. В этот раз Fenty Beauty порадовала нас тремя новыми цветами. Все они на нюдовой стороне, сейчас вы видите, как они смотрятся на моей руке. Очень свочатся хорошо, очень хороший пигмент дают вам. По свочам на руке можно увидеть, что у них достаточно насыщенный пигмент. Прямо они такие, знаете, ух, но надеюсь, что они также будут смотреться на губах. В каждом бальзаме имеется по 12 мл средства, и, как заявляет Fenty Beauty, в их бальзамах имеется масло ши и также масло семечек манго. Вау! Первый оттенок, с которого мы начнем, будет вот такой розово-нюдовый оттенок. Называется он Latte Lips. Скорее, это даже пыльный роза оттенок. Пахнет он, как какие-то масла, смешанные вместе, что-то вроде того. Не могу сказать, что это супер приятный запах у бальзама. Бальзам сразу смотрится очень красиво, очень такой естественный розовый оттенок. Как ни странно, это розовый, но он смотрится дорого, то есть он смотрится как-то вызывающе, и это очень классно. Мне нравится оттенок, прям, наверное, будет одним из самых моих любимых оттенков на дневное время суток. Очень классно, мне кажется, он даже подходит к нашему макияжу сегодня. Он дополняет его, как будто бы он не липкий, он вообще почти даже не чувствуется на губах, потому что настолько много здесь масла в составе, что они просто не дают вашим губам прилипнуть к друг другу. Следующий оттенок называется Pinch Me. Гораздо более розоватый оттенок, чем наш предыдущий. Очень красивый оттенок, невероятно красиво смотрится. Опять же, мне кажется, что когда вы покупаете любой из этих оттенков, вы, скорее всего, не найдете для себя тех оттенков, которые вам не понравились бы. Настолько они все хороши. И последний новый оттенок из Fenty Beauty будет вот такой оттенок Cacao Drizzle. Оттенок Cacao Drizzle очень классный оттенок, на самом деле. Он такой немножко приглушенный темный оттенок, что делает его носибельным даже в дневное время суток. Я бы тоже носила его днем. Так что, да, ребят, такой у нас сегодня был обзор на новую коллекцию Fenty Beauty. Мы попробовали ее новую палетку в оттенке Vine. Мы пробовали новый карандаш, восковой карандаш для фиксирования бровей. Очень классное средство. Я буду им пользоваться каждый день, потому что оно меня впечатлило. Мне скорее понравились, чем не понравились новые бальзамы от Fenty. Да, конечно, они немножко такие странные, когда дело касается вкуса. После нанесения их на мои губы я чувствую вкус непонятных прожженных масел каких-то. Но, вы знаете, в плане оттенков они просто бомбические. То есть я буду, скорее всего, ими пользоваться каждый день, потому что они дают тот пигмент, который вы хотите днем, без применения помады. В общем, оттенок на высоте, он активен и он долго держится тоже. И да, ребят, мне будет очень интересно узнать ваши мини-поводы всей этой коллекции, насчет палетки, как вам вообще мой макияж. Он немножко более активным получился, чем я думала. Но, знаете, сегодня суббота, поэтому это, как мне кажется, нормально. Все-таки выходные впереди у нас. Жду ваших мнений и комментариев по поводу всей этой коллекции. Будет очень интересно почитать их. Я с вами не прощаюсь, ребят. Желаю вам прекрасно провести ваши выходные, прекрасных макияжных дней, хорошего настроения. Каша Юля. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok